Нам надо сахар, надо соль, надо три яйца, горчица, жидкость прозрачная, уксус, рафинированное масло, маслятка, ну маслятка, не маслятка, не важно, просто рафинированное масло. Взбиваем три яйца, это на пол литра майонеза, я три яйца беру, чем больше яиц, тем больше надо подсолнечного масла, и тем больше майонеза выходит. Не только на шашлык, но еще чтобы было в прикуску. Ложим пол ложечки с чайной соли. Пол ложечки это вот столько, смотрите, пол ложечки соли. Ну, я люблю, когда он такой насыщенно, соль и сахар, и уксус чувствуется не просто как такой безвкусный, поэтому ложу пол ложки соли. В общем, если вам надо меньше соли, ложите меньше. Ну, это надо пробовать, для себя такой вывести, как бы этот уникальный рецепт, ложечку сахара. Одну? Да, ну пока, может я еще потом попробую, надо будет больше. Я как бы не знаю, я не рецептом готовлю, я обычно вот так вот накидаю, накидаю, поэтому для меня сейчас тяжело рецепт вывести. Я понял, в процессе приготовления ингредиенты добавляются. Да, и горчицу, но горчица у нас уже такая, как бы выветренная, поэтому я ложу ее, смотрите, вот столечка, это как бы много. Так, вот столечка, это вот сколечка, вот столечка, смотрите, вот сколечка. Я сейчас скажу, если горчица свежая, ее надо где-то пол чайной ложечки, пол чайной ложечки. В процессе можно добавлять, да? Да. А, ну вот смотрите, в процессе можно добавлять, то есть ложите сперва чуть-чуть горчицы на чайной ложечке, если маловато, вы пробуете в процессе того, как блендер будет взбивать, ну и потом, соответственно, если надо будет добавить. Закрываем. Вот смотрите, мы закрыли, алию мы не добавляли, смотрите. Нам надо вот это все взбить. Если ручной блендер, то в баночке просто это все тоже взбивается. Здесь я начинаю по чуть-чуть взбивать, потому что если оно все расплескается, если его сразу резко запущить, это значит, товарить. Смотрите, смотрите, что я вам скажу. Мы это все взбили, на майонез это ни капли не похоже. Вообще, смотрите, оно все желтое, вспененное, и майонезом тут даже не пахнет. По вкусу не знаю, какое оно, я его не пробовал. И мы добавляем алию. Алия у нас рафинированная, тоже желтая. И каким образом все это превратится в белую консистенцию, я даже не представляю. Подсолнечного масла где-то грамм 300-350 надо. Мы будем смотреть, чем больше подсолнечного масла, тем майонез гуще получается. И какое вам вот надо, допустим, вы себе тоже взбиваете и смотрите. Мама, это все надо выливать? Да. Ой, а можно мне? Так, а по меркам у нас тут как? У нас тут сейчас 0,25. Это будет... 125, 125 миллилитров. Мам, это можно... Вот это быстро даже выливать? Нет. Ну, в общем, вот у нас тут мерка 0,25. Давай, поехали. Я наливаю сначала немножечко. Если ручной блендер, то... В момент добавления... Взбиваешь и льешь, и льешь, и льешь по капельке подсолнечного масла. Но в этом блендере такого не получится. Если мы сейчас начнем лить, даже вот через эту дырочку, у меня есть такая специальная дырочка, через которую вот лить. И можно включить, допустим, и лить, но это все вот так вот получается. Все равно все выливается. Это все выливается, поэтому я делаю по-другому. Я наливаю немножечко подсолнечного масла. И точно так же, как и просто размешиваю, Все, добавляем еще подсолнечного масла. И вот так постепенно добавляем все подсолнечное масло. Чуть-чуть масла, чуть-чуть взбили. Чуть-чуть масла, чуть-чуть взбили. Смотрите, оно становится белым. Так, теперь сын очень хочет наливать подсолнечное масло. Сын вообще просто прям не может. Хочет помогать. Наливай больше. Больше, 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 больше наливай. Еще наливай. Все, пока хватит. теперь пока майонез у нас еще слегка жидкий нам надо добавить уксус потому что когда он буду густой уксус уже не размешается в этом блендере может быть в этом ручном когда ты нормально смешивается поэтому в конце его можно добавлять а здесь мы добавляем пока он жидкий еще и вообще по правильному не уксус нужно лимонный лимонный сок капельку лимонного сока а лимонную кислоту разбавить но нет но это не то и добавляется чтобы майонез был белее чтобы был не желтый а был ах вон она понимаете кто добавляет нам белизну а сколько уксуса надо добавлять ну тоже где-то чайную ложечку я лью как на глаз ну где-то чайную наверное чайную ложечку а еще он добавляет немножечко нет еще добавляет он немножечко кислоты вот так вот тут была чайная ложечка было блин 2 столовые ложечки да нет капелька чайная ложечка капелька блин да еще можно будет немножко добавить еще немного могу подержать смотрите уже похоже на мороженое можно сейчас попробовать его вкус подожди не лей миша миша не лей сейчас можно попробовать вкус нормальный но нормально вы посолили посахарили по уксусили закислили как бы по-моему я даже пересолила немножко хорошо алия чуть и она разбавит но сахара я добавлю еще немножко еще где-то с пол ложечки чайный добавлю наливай только немножко наливаю это будет густо не размешается сахар сейчас все хватит нам надо этот сахар размешать теперь майонез у нас стал гуще по и теперь мы можем доливать и включить его то есть можно заливать через это да пока он жидкий то он выплескивается лей миш я поднимаю вкусненько тебе все готов нет еще надо добавить подсолнечного масла он еще недостаточно густой я специально стараюсь не обрезать эти моменты ну можно чтобы гуще было еще добавить но он уже хороший давай миша уж тут все просто полная бутылка уже ну давай все густой сейчас тут проваливается проваливается там получается воздух внизу и потом когда получается проваливается так пух в общем это ты так определила да что хватит али это значит он густой вы видели да по виду он уже видите о как сметана и сколько у нас получилось ну вот как раз пол литра 500 миллилитров так тут немножко плохо видно но вот у нас было когда мы начинали вот и вот у нас вот это у нас 05 здесь у нас 007 по вкусу как магазин и дай мне попробую по вкусу как магазин как магазин если он домашний я вам скажу что он вообще не похож на магазин но в нем есть просто вкус майонеза то что это майонез чувствуется очень майонез очень вкусный мы хотели показать каким образом делается домашний майонез вот чтобы вы просто подробно видели сам процесс приготовления